Как тебе, Оль? Нравится? Мне тоже нравится, мне тоже нравится все. В общем весна в своем прекрасном проявлении, когда все цветет, лес какой-то такой вот у нас далекий, черемухи, зелень, все тоже широко, все просто. Смачиваем наше все это дело, все работаем как в прошлый раз, попробуем все-таки вот уложиться, вот у нас, смотрите, сейчас ровно 4, 4, вот чтобы чайку попить в 16-30, нам надо с вами за полчаса ее докрасить. Ну правильно, да. Мне фору надо. Да, да, да. Нет, просто смотрите, когда вы перестаете думать, вы начинаете писать. Когда вы стараете, начинаете думать и медлить, вот вы начинаете стараться. Старание никогда не приводит к хорошему результату в акварели, к сожалению. Вот как только вы начнете расслабиться и просто получаете удовольствие от процесса, тогда будет акварель. Все остальное это просто иллюстрация. Ну то есть здесь такое понятие иллюстрация, когда мы сидим, делаем иллюстрацию. Это тоже искусство, это тоже творчество, но нет той акварели, которую хотелось бы от вас получить. Вот как бы по цветам. Значит, начнем, смотрите, мы начнем немножко не с того, как обычно, то есть не с неба, а сначала нужно получить цвет вот этой вот цветущей зелени. То есть нужно сейчас закинуть вот это облако, вот это марево, вот это, скажем так, черемок и всего остального. Она немножко желтая, немножко зеленая, немножко майской зелени, то есть, ну, мешаем что-то очень такое нежно-зелененькое. Вот такой есть майской зелени, просто немножко желтенького добавить, у меня вот майской нет, я буду просто через желтый-зеленый. А я не хочу. Я люблю вот ту грязь с палитрой, которая у меня есть, ее использовать. То есть нужно исходить всегда из тех средств, которые у тебя есть. То есть это вот тепло такое, но смотрите, оно у нас все равно сохраняется как бы еще и белого. То есть белый тоже сохранится. Если обычно оставлять там сирене белое, оно все равно не белое. Белое только в свету. Вот видите, левая граница вот этой вот на контрасте, она белая. Все остальное как бы не белое. Поэтому мы примерно предполагаем, что у нас, вот смотрите, опять же карандаша нет. Одна треть будет у нас земля и большая масса как вот этих деревьев, она практически все занимает. И вот эта черемуха, смотрите, она почти идет до середины. Вот, соответственно, верхнюю муар оставляем белый под нее, под цветение, а начинаем примерно с середины дерева. Значит, что делаем? Закидываем, как мы делаем, просто вот такую, я даже еще пожелтее возьму немножко, пожелтее, сырое, прям метелочкой, ощущение дерева. Белого больше не нет, белый у нас будет по краю. Вот мы вот так вот закинули. Где у нас еще? У нас еще здесь немножко светится. Светится. Что у нас где у нас цветущая? А больше цветущего у нас нигде нет. И дальше оставляем внутри что-то белое. То есть у нас, видите, получается такое вот пятнышко, шаричек такой. Бежим, бежим, бежим. А дальше у нас есть более зеленые такие, видите, как бы молодая зелень где-то там, где-то цветущие. Мы берем прям чуть-чуть майское. У кого есть майское, у кого нет майское, можно просто желто-зеленым смешать. Не у всех майское, да. Делаем. И смотрим, где у нас еще такой же цветик, но поярче. А где у нас цветик? Он у нас сбоку от этого деревца. Пятнышко прямо вот как макушечка растет, да? Вот так вот, видите? А где у нас где-то? А у нас вот снизу здесь растут цветочки. Прям широко кистью, широко пишем. Где у нас еще зелень красивая есть? Где тут? Здесь зелень весенняя есть. И у нас где-то здесь внизу зелень. Прям большими пятнами закидали. И даже можно здесь вот снизу, с этого куста, тоже здесь есть зелень. Видите, как у нас все просто сегодня. Ну так. Дальше. Теперь смотрите, я им нужно немножечко дать как бы дальних, вот этих цветущих деревьев, но дальних. Но дальних. То есть вот видите, там одна и вторая, есть такие, они более, там почти фиолетовые надо взять. Фиолетовые, но такой приятненький фиолетовый, то есть можно в этот зеленый добавить. Как бы, ну, в тенечках, в тенечках у нас это вот, голубенького может быть даже какой-то. То есть те же самые цветущие деревья, но они такие нежненькие, но холодненькие. Чуть голубенького можно добавить, чуть-чуть фиолетовенького, то есть такое должно быть отцветить. Ой, какой-то слишком насыщенный фиолетовый все время. Чтобы потом засветилась у нас вот эта вот вся фиолетовая история, светлая, нам будет очень контрастный лес сводить. И смотрим, где у нас вот эти вот пятнышки. А у нас вот здесь вот, ой, не фиолетовый получился, какой-то получился серый. Делаю по фиолетовый. Вот сюда прям заводим его вот внутрь, вот у нас вдалеке что-то светится там. На уровне все больших пятен. Где-то здесь между деревьями просветик весенний такой. Сводим прям красиво эти цветики. Где-то вот здесь внизу что-то подсветилось. Ну все, молодцы. Должно быть на этой стадии уже красиво. Где у кого красиво, или в этом акварель сама будет пробираться, пробираться такими щепоточками. Теперь нужно закрыть красиво, не красиво, а широко передний план. Тут видите, зелень откровенная такая майская. Берем просто, ну, можно оливковую, зеленый, желтый, яркий передний план. Немножко нужно оставить. То есть, вот смотрите, нам не нужно, чтобы он сел прямо под эти деревья. Потому что там у какого-то воздуха тени и все остальное просто вот широченно. Густо. Ну как, не густо. Нас передний план здесь не интересует вообще как план. То есть, он здесь не рабочий. На одну треть просто все закрываешь. Но самое главное, что не прилепляй его намертво как бы к кустам, потому что там нужно будет потом тени еще бросить. Просто вот закрыть вот так вот. И даже немножко подразмыть эту границу. Значит, теперь нужно немножечко голубенького небушка туда нам с вами. Капельку, совсем немножечко. Прям чистенького голубенького. Можете какой-нибудь любой нежненький найти. Нежненький, весенненький, голубенький. У кого небесно-голубая есть, я вот видела красивая. Можно чуть-чуть какую-нибудь синенькую. То есть, нам немножко. Конечно, я бы, что уже у вас верха подсохли. Но стараемся ввести. Значит, сначала прям покрасили верхнюю полосу. Ну да, у меня уже сухо, но ничего, будем сходить из этого. То есть, голубой нежный такой, вот он прозрачный. Вот. И заходим немножечко им на деревья, такое вот сверху вниз, видите. И сразу делаем им примерно силуэт елочек верхней. Дальше не заходим. То есть, примерно, где у нас будут эти елочки? Вот нам елочки будут. Подсохло. Ничего страшного. Подсохло, заводим. Вот так вот здесь примерно будут елочки у нас. Мы же не держимся прямо за форму. Мы потом подкорректируем. И немножечко вот этого голубого. Но чтобы, я всегда говорю, чтобы воздух и просвет, нужно где-то кинуть в между, не что, между всего. Где-то он все равно сквозит. То есть, это такая получается взаимосвязь. Вот у нас с вами срослась такая, как бы, история. Смотрите, теперь нам нужно немножко по низам, ну вот, как бы все, уплотнить зелень вот эту. Теперь берем зеленый такой уже, прям в эту же лужу, можно с коричневым. То есть, нам уже сейчас пока большие массы. То есть, у нас под этими всякими деревьями, ну, тень есть, существует. И вот она у нас прям такая осязаемая. То есть, мы светлую сделали. А теперь нужно просто посадить сюда вот прям, даже еще можно плотнее. А что это было? Слушай, я коричневый добавил. Коричневый и зеленый потемнее просто такой у меня он. Коричневый, зеленый. Даже можно еще поплотнее. То есть, там такая она все равно не синяя, не синюшная. А нужно добавить прям вот это вот где-то, где-то здесь вот, пару мазков такой плотности, от которой мы будем потом выращивать деревья. Фиолетовый, это елочки. Ну, это не елочки, мы пока про траву говорим. Коричневый. И может вот этот такой, как бы, холодный, горичневый, нужно немножечко еще под кустами, соответственно, посадить у нас. Вот мы сначала горизонталь дали, а теперь смотрим, он у нас все-таки куда-то поднимается цвет вот этот. Может, позеленее чуть-чуть. Чуть-чуть вверх. Чуть-чуть вверх. Не под кустиками. Здесь у нас такая зелень. Какая-то зелень. Все на уровне каких-то пока. Видите, пишем от большого пятна. Ладно. Дальше бежим. А дальше у нас сложный такой, нам нужно мешать теперь очень плотный цвет. Вот это вот дальний, дальнего леса. То есть, елки совместно с чем-то. То есть, это... Вот сейчас нужно взять очень плотно и густо, ну, потому что бы не расплылось. Фиолетовый, зеленый, коричневый. Прям вот очень-очень-очень сложный такой. Фиолетовый больше. Но фиолетовый такой может быть немножко в теплый. То есть, должна угадываться зелень. Должна угадываться зелень. Но цвет должен быть достаточно насыщенный. Много его. Но главное в черноту не уйдите. Можно даже такого совсем фиолетового-то добавить. То есть, нам для чего надо? Для того, чтобы получить максимальный контраст. Максимальный контраст с вот этой зеленью цветущей. Да. Какая-то вот такая вот она. Плотная тяжелая история. Можно даже синенькую добавить. Холодная. То есть, это как бы прямо против света у нас получается этот лес. То есть, смотрите, не жидко. Не жидко, чтобы у нас было плотно. И начинаем. Нам уже сейчас, пока макушки не делайте. То есть, нам макушки не интересны. Нам сейчас важнее внутренний силуэт. То есть, нам важнее получить, как вот это темное обойдет светло-зеленое. То есть, начинаем. Вот, ну, я начнем попроще с правой части. С правым цветом. Прямо заливаю. Смотрите, как заливают этот цвет. И режем красиво макушечки вот этих вот маленьких деревцов. То есть, прямо чтобы оно все вот это вот водичкой. Все прям прогрызло. Прогрызло. То есть, мы получаем, как бы, силуэт дерева за счет дальнего фона. И пусть немножко в него затекает. Ну, а вверх, соответственно, просто закрашиваем пятном. И делаем. Ну, раз там елки, как бы какие-то намек на то, что это вот макушечки. Буквально несколько. Они начинают сейчас все расплывутся. Но потом вторым слоем дадим конкретные деревья. Нас интересует это соотношение контрастов, вот этих пятен. И пусть оно немножко прогрызается в это следующее пятно. Оно нам даст вот эту прозрачность. Но этот цвет, соответственно, где-то внутри тоже повторяется. Потому что наши деревья прозрачные. Для чего мы там оставляли с вами цветик? Для того, чтобы туда завести тоже вот эту темноту. Ну, можно же по своей композиции смотреть. Чуть-чуть меняем палитру, например. Ну, я еще немножко фиолетовый. Да, вот там желтое такое дерево. Фиолетовый чуть-чуть еще добавлю. Прям фиолетовое. И начинаем следующую сторону. Теперь левую часть. Прямо в сырое. Сырое. Не боимся. Ищем вот эту темноту. Выгрызаем, вырезаем поверху наши... Вот прям вводить этот цвет. Ну, цвет должно быть много. Просто если будет мало, он не даст вот это ощущение затекания. Но самое главное, красивый силуэт получить. То есть вот залейте мне так, чтобы у вас были сверху интересные формы. Вот эти, можно даже прям фиолетового немножко взять вниз. Так вот. Пусть они протекают между цветом. Большими такими жирными пятнышками. Вот видите, когда он даже с тем же фиолетовым начинает сводиться, получается такая вот мощная история. Кверху может чуть позеленее, например. И пошли вырезать большую черемуху вот эту вот по кругу. Вот мы ее вырезаем. Вырезаем. Только она должна быть красивая. То есть она вот кучерявая. С кучеряшками. Где-то внутрь этот цвет, она же просвечивает местами. Вот мы этот силуэт ищем, ищем, ищем силуэт зелени вот этой внизу. И нас интересует в первую очередь дерево не вверх. Вот так, где-то оно чуть-чуть просвечивает, чтобы было соотношение такое вот. Ну а макушки деревьев там простые, можно же прям зеленые сделать. Все, небо не сжирайте. Какие контрасты. И вот теперь нужно будет, если сильно мокро, Наташа, что же, как макаешь, макаешь, маш, крась. Тоже мелочи, вот сколько ты наградил, должен быть один мазок. Вот, начинаем сухой кистью спасать наши деревца. Иначе сейчас это все будет съедаться. Но нам надо, чтобы съедалось все красиво. Поэтому мы вот теперь серединочку начинаем подсушивать. Закинули вверх, пусть он махровый такой идет. Мы потом еще сверху макушки тоненькой кисточкой сделаем, чтобы было похоже на елки. Мне главное, чтобы вы сейчас закинули вот эти прям пигмент, чтобы он ощущался пигментом. Учитесь жирно писать, это жиденько-то все пишут. Жиденько-то все пишут. Вот, можно что теперь взять? Пока вот это все жирненькое, взять маленький лайнер, и этим же цветом, смотрите, у нас, ну, крупная кисть не дает возможности делать, а черемуха, она такая, очень, ну, как бы такая, клочочками вся. То есть вот этот весь силуэтик, его можно теперь немножечко задробить точечками, то есть вот прям подобавлять, чтобы у нас вот очень был такой живенький силуэтик, то есть он пока в сырое все, и даже она где-то же, ну, просвечивают немножко эти наши кустички, то мы начинаем здесь добавлять, может, даже такую фиолетовенькую, более контрастные такие точечки, прям по-сырому, чтобы у нас вот это все вот такое было. Какие минуты у вас осталось? Да-да-да-да-да-да. До веток еще не дошли чуть-чуть. Пока, смотрите, пока только силуэты интересуют деревьев. Пока только силуэты. Ну, деликатенько, деликатенько. Где-то она внутри может просвечивать, то есть она же все равно насквозь, где-то еще не везде сплошная зелень. Но тут уже прям точечками. Капелька может даже капать, но капать мы не будем, потому что нужно капать тоже попадать. Ну, так, нужно будет сейчас-то подсушить. А что делаем? Чуть-чуть. Смотрите, не надо сейчас все елки будет нарисовать. Самое главное сейчас нужно найти места только где-то на границе пятен, на границе каких-то силуэтов, где они нам интересны. Что-то я не могу найти цвет какой-то более холодный. Где они нам интересны. То есть нужно посадить вот... Начнем с правой части, например. Ну вот явно, где вот внутренняя часть глубокая, глубина, то здесь на силуэте она бы вполне себе, как бы елочка у нас встала. То есть ищем макушечку. Все-таки надо, чтобы я хочу... Вторая Наталья тоже вернулась к нам. Третья. Третья. У нас что, три Натальи сегодня, что ли? Рисуем только полу-елочки. Ну то есть все равно часть уходит туда, внутрь пятна. Но на силуэте, на фоне мы можем видеть... Можем видеть прям конкретные такие... По-сухому. Алексей, елки, может быть, мы... Нет, пока большой кистью. Пока большой кистью, потому что иначе мелкая вы сейчас у меня утонете. Вот смотрим где-то. Вот сделали, допустим, сзади здесь, задним вот этим деревцем, пятнышко. Дальше где мы можем? Мы можем здесь вот... В общем, все неоформленные пятна превращаем в макушки. Смотри, как елочки делаются. Мы же берем просто пятнышко, да, вот этой кистью. Немножечко как бы вот... Как мы траву делали. Чуть-чуть добавляем. Все пятно пусть остается обобщенное. Все пятно обобщенное. Ну вот смотри. Ну вот ставим сначала макушечку. Давай еще одну сделаю. Вот просто поставила. Вторую макушечку. То есть этой кисточкой можно просто вот... И немножечко вот как бы сюда добавляем. То есть пятно все равно обобщенное, а только она уже не макушит, мы можем сделать вот намек на то, что это елочки. Да, чуть-чуть. Все не надо. И где у нас начинается дальше внизу вот эта вот светленькая, здесь мы можем опять же силуэтик чуть-чуть пробить насквозь, как бы вот эта зелень. Она... Самое главное деликатненько. Много не надо. Если вы сейчас начнете прям елки такие вырисовывать, ну, это все пропадет. Соответственно, здесь та же самая история. Берем пятно какое-то, ну, можно даже вот эти цвета повторить, там, пусть этот капли фиолетового даже там сквозит. Мы просто корректируем их на то, чтобы это было похоже на не просто аморфное пятно акварельное, а чуть-чуть с намеком, что это... что это лесок. Ты мой хороший. Здесь тоже вот, например, мы только макушечку чуть-чуть вот, пятнышко, пятнышко. Вниз не выходите далеко. Вы все вниз начинаете тащить. Внизу мы ничего не видим. Не видим мы там ничего внизу. Мы делаем только все на уровне вот этих пятен. И вот как раз где подсохло, можно тут и зелень, опять же, еще раз, у нас, видите, пятна эти провалились в тон. Но мы можем их вокруг этой же черемок и теперь более такие сухие вот набрать. Нам там явный, осязаемый, контрастный силуэт. Нам он очень важен. Нам он очень важен, чтобы у нас было все вот четенько. Пятнышко у нас маленьких таких вот точечков состоит. Пока все крупные кисти, потому что если вам дать маленькую, мы будем до вечера обводить. Это будет менять в руках. Да. Мы будем все до вечера обводить. Нам надо, чтобы это все было внутрь вот этих пятен, которые можно обводить, такие более более плотненькие, вот эти зеленые, повторяющиеся от елок. Пятнышки, пятнышки. Сладкая потерялась. Ну да, он ушел, видишь, и уже ей не нравится, уже скучает. Как вот там говорила Маша, можно взять и тоненькую кисточку, только вот когда уже большие пятна, и можете эти елочки, уже когда пятна сделаны, ну совсем сделать натуралистично, то есть вот прямо теперь можно уже порисовать там какие-то детальки на них. Ну то есть силуэтики уточнить. Но это лучше делать сначала большой, потом маленькой, иначе у вас сразу будет все в мелочь. То есть сначала пятно получаем, потом это пятно вот немножечко корректируем по силуэтам. Это же нас интересует только силуэт вот этих пятен. То, что выходит за рамки тона темного. То есть нам теперь нужно сделать наши деревца вот эти цветущие. Мы их сильно не будем прорабатывать, но все равно их надо немножечко все равно за как бы материалить, сделать их в объеме. Вот. Берем чистенький, желтенький, чистенький, телененький. То есть немножечко надо нам теперь их как бы разделить, объемчик придать. Но та же самая история, как в начале. желто-зеленый такой цветущий, легенький. Самое главное, что сейчас он должен быть ну прозрачный у вас. Если просто сделаете плотно, это все будет опять тяжеленькое. Чуть-чуть, да, можно чистой водичкой. Очень нежненько, очень нежненько. То есть оно же на переднем плане у нас. На переднем плане. И у нас сейчас вернется Наталья. То есть у нас как бы пятна красивые, но теперь эти пятна надо немножко материализовать. Тем более у нас одно дерево как бы заходит за другое. Вот, например, нужно, если светлое оставляем, мы потом тоненько еще сделаем ей, то дальнее должно быть немножечко как бы посажено, то есть отделить. И мы вот внутри света оставляем, даже еще можно, еще хочу понежнее. Свет мы оставляем, но в этих же деревьях есть немножко в тени вот эти цветочки. Формы. Да, мы уплотняем, придаем объем как бы. Делаем вот эти шарички такие из них. То есть мы немножко в них начинаем вводить как бы вот фактуру такую. Причем она, знаете, такая вот пятно-точка, пятно-точка, но потому что здесь же все здесь же все такое цветущее, сквозное. То есть вот видите, пятнышко, точечко. То есть мы, вот чтобы этот шарик получился шариком, надо его обойти с двух сторон, с низов и сверху, добавить немножко что-то теневое. Соответственно, вот эти у нас совсем посажены не меньше. То есть у нас не все же они такие прям явно, откровенно зеленые. То есть мы их немножечко вот фактурием. Светло ярко-желт. Ну, такой бледний, ну, как бы, такой всегда не цвет зелени, это все-таки цвет, ну, цветения. Поэтому он должен быть такой вот, ну, легенький. И смотрите, вверху оставляйте все-таки светящийся, это больше как бы такой обволакивающий снизу. То есть вот она, под эту черемуху, вот то, что снизу, вот я. То есть даже пятнышко, здесь можно ее разобрать, она же тоже, видите, в двух уровне. То есть там, например, есть, как бы вот одна ветка, есть вторая ветка. То есть вот видите, внутри прям находим, чтобы у нас был вот какой-то такой небольшой объемчик на них. И тоже маленькие где-то точечки, потому что это все вот не буквально все зелени. Только-только ритм добавляем такой. Оно вот сразу дает ощущение, что здесь объемчик существует у этих круглешочков. Вот. И теперь, когда у нас это все дело собралось, надо сделать немножко нам стволечков. Но с ними аккуратно, потому что когда деревья цветут, мы их почти не видим, потому что они у нас под вот этой шапкой зелени. Но они там в любом случае присутствуют, поэтому нужно будет найти места, куда их воткнуть. И лучше их сделать немножко даже в теплым. То есть я вот сделал фиолетовый с коричневым, чтобы это было не черный, опять же, вот на игре. И поискать где-то в просвет, но чтобы определить, где у нас эти деревья. И вот у нас, например, до зелени доходит, вот эта черемах у нас такая, много, опять же, на ней. Много веток. Мы ее подводим прямо к этим нашим зеленым и где-то продлеваем какие-то веточки. Но только не контрастные. То есть можно даже почти зеленые эти делать. Мы их в основном делаем, ну как бы, подводим к пятнам, то есть не внутри самих пятен темных вот этих, а вот у нас что-то идет снизу, из-под этих кустов. То есть нам нужно хотя бы сдать намек на то, что это деревья. Деревья, кустарники. То есть вот мы снизу оставляли, где под тенью, вот там мы делаем. А внутри дерева, видите, когда оно цветет, ну там мало где видно. Но в каких-то формах обязательно нужно их соединить. Творчески подходите. Какое-то у нас повыше, вот у нас обязательно, например, какая-то цветущая история повыше. Она сразу соберется. Как только вы сейчас вот добавите туда живых вот этих веточек, по низам, в основном по низам. Вы, если не уверены, сначала подождите, я сделаю, посмотрите, куда вам добавить. Иначе вы сейчас надобавляете мне куда не надо. И получится, что у вас сплошняком ведут ветки. А сплошняком они у нас не могут идти. У нас, когда цветет дерево, опять же говорю, мы не видим везде их. Только где-то, где-то, где-то. Вот и все. Вот, в принципе, работа вся. Сразу становится понятно, что это вот что-то цветущее на фоне. И вот теперь можно еще раз тоненькая кисточка в руках. Можно теперь внутри этих пятен порисовать красивые кудряшки. Вот наши деревья же цветут, и это же кудряшки. Они такие закругленные. Это уже я так довожу до стадии совсем цветущей зелени. Пока вот там. Главное, что их делать, вот такие, к этим веточкам радиальные. Это-то-то. Все очень простенько. Ну, художественный глаз должен быть. Прочувствуйте вот это деревце. Прочувствуйте. Прочувствуйте. Язык акварели, он же такой нежный очень. Понимать надо. Можно теперь среди него теперь темных сделать каких-то просветов. Темный-зеленый. Но это уже так вот нужно теперь прицеливаться и попадать точно, где нам не хватает глубины. То есть, вся вот эта работа, она прикольна на контрастах маленьких пятен, маленьких каких-то пятнышков, просветиков и больших масс. Большой свет и какие-то красивые красивые кое-где тенюшечки. Ну, прозрачность мы вот эту подчеркиваем. Ну, хорошо, это самое главное. Это очень красиво. У меня вообще ничего не понятно. Я где не поделюсь. Слушай, ты, подожди, я тебе ветки сделаю. Я чувствую, как твои ветки сделаю. Я сейчас у тебя хочу еще немножко вот этой темноты кое-где, потому что она все равно, темнота присутствует. То есть, как только контраст эти появляются, более... То есть, чтобы загорелся светик, загорелся светленький, вот загорелся светленькие кусочки, нужно обязательно, чтобы были где-то темненькие рядышком. Тогда у нас получается, может, даже почти филет выйдет, тогда будет красиво гореть именно освещенная часть вот этой черемушки. Она прям начинает подспыхивать. Потому что все на контрастах. Так, ну, в принципе, я пока отвлекся от своей. Немножко мне хочется внизу темноты, только надо такой коричневой. И что, нам осталось немножко траву сделать на переднем плане. То есть, мы даже не будем сильно... Вот пусть это все такое остается вот акварельно недосказанное. Это все должно быть вот очень-очень-очень-очень такая... Ну, немножко внизу плотности можно добавить вот под самими деревьями. Вот я буквально несколько такие... Внизу могут быть только такой коричнево-зеленый. Потому что, ну, все-таки тени от веток. Вот. Но не старайтесь. То есть, мы делаем... Значит, что у нас здесь? Передний план. У нас, в принципе, он у нас неплохой по цвету у всех, но он немножко скучный. Соответственно, что у нас здесь? Нам нужно оставить, добавить туда немножко фактуры травы. Дальнюю оставляем, когда она есть, обобщенная. То есть, дальнюю остается обобщенная. мы можем к ней добавить немножечко ну, какой-то горизонтальки такой вот, ну, мазочка. Допустим, вот один цвет там какой-то дали, чтобы у нас была такая хотя бы какая-то плоскостная история. допустим, мазочек какой-то дали, рельефчик. А снизу надо дать, как он мы делаем с сухой кистью, ну, немножко фактуры травы. То есть, вблизи мы сено травку видим. Можно даже с мазка. Вот мазочек дали. И только-только на отдельные оттеночки где-то. То есть, не надо ее прям всю прорисовать. Только смотрите, это не должно быть темнее. Маша очень взяла, опять же, примерно в одном тоне. То есть, здесь все освещенная история. Она вся освещенная. Чуть-чуть дали ее. Она нас не интересует здесь, как трава. Нас интересует просто как рельеф. У меня, кстати, белое там. Можно убрать все это, погасить. Чуть-чуть какие-то оттеночки. Ну, чтобы были поинтересней, опять же, потом тоненькую кисточку взять. И вот эти какие-то кочечки, буквально, вот эти наши мазочки, не полученные большой кистью, чуть-чуть их просто превращаем вот в какие-то живые кочки. Силуэтики. Жив? Хорошо. Все, вот она. Вся трава наша. Вот она буквально несколько мазочков. То есть, они должны быть такие легкие, акварельные. Видно, чтобы вот мастерски махнули кистью и получили красивую вот, какой-то рельеф акварельный. Можно где-то что-то поцарапать на темных пятнах. Но, буквально, может быть, сзади какие-то стволики, но это так, чтобы было поинтересно. Но не увлекайтесь. В принципе, все. Но практически списались, списались. За полчаса они сделали. Молодцы меня. Ставим подпись. Хорошая весна. Классно. Классно. Главное, не думать. Не думать, что делаете. Больше ощущениями. просто ощущениями, надо доверять своим ощущениям. Тут, конечно, можно теперь вот эти точечки везде. Я всегда люблю, когда вот эта зелень, чтобы она вся из этих точечек стояла, сквозящих. Ну, то есть, они дают вот эту вот, рябь такая она весенняя, чувствуется прозрачная. Но надо вовремя остановиться. Все. Снимаем скотч. И у нас там чудесные петербургские пирожные. Вообще, сегодня у нас гости из Петербурга, из Луги. Луга тоже прекрасный город в плане зелени. Я когда ездил в Лугу, меня поразило, что сосны прямо посреди города, где в других местах не увидишь. Это такое редкое сочетание, вроде как бы урбанизм такой городской, а в то же время такое единение с природой. Не знаю, как сейчас, но это было давненько, но раньше был такой очень зеленый так как бы город. Луга. Недалеко от нас. Вот. То есть люди-герои приехали сюда из Питера, из Луги. Я еще хотела. Ну, это еще хотела. Это с радостью. Радостью, да. Как тебе, Оля? Нравится? Очень нравится. Мне тоже нравится. Мне тоже нравится. Все, выключаем. Так, друзья, этот второй у нас сегодня вторая работа.